Розовая коробка не отпугнет ни одного. Нет, конечно, если ты вор в законе, и тебе на зону приехала розовая пицца, ну в хате не поймут, пацаны, явно. Ты неплохо разбираешься, да? Я из Днепра. О чем мы сегодня поговорим? Ты у нас бренд-менеджер-монстр. Я никогда не пробовал этот напиток. Это энергетический напиток, довольно популярный. Давай как в рекламе, подожди. Сейчас может быть проблема со стыком, но... Сняли новую рекламу. Так мы делаем ролики. Да, 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 именно так. В чем прикол монстра? Чем он отличается от других ребят? Своим маркетингом. Две калории всего лишь. Да, это без сахара. Класс. Да, это без сахара. Я люблю все, что без сахара. Первая штука без сахара, да. Я пытаюсь сейчас себя просто приучить тоже жрать меньше сахара, потому что мне это... Так, слушай, ну давай, я не знаю, ты пил это, пьешь такое? Нет, никогда не пил. Бренд-менеджер не пил никогда напиток. Я просто, мне нравится. Знаешь, как торговцы кокаином никогда не употребляют свой продукт. Правда? Я тебя тоже немножко налью, чтобы когда был паритет. Часто говорят, ведущие не кормят своих гостей. Все ест сам, все пьет сам. Весь алкоголь. У нас вообще-то обычно алкогольные напитки мы употребляем. Я просто не пил, если честно. Да, и правильно. Я сейчас уже, наверное, составлю эти компании, потому что хватит уже бухать. Слушай, а тут много, тут сколько вообще? 0.35 0.35 Короче, расскажи немножко о монстре, где ты бренд-менеджер, собственно, с чем тебе пришлось столкнуться, когда ты стал этим бренд-менеджером. То есть я имею в виду сам бренд, в чем его прикол, кроме вот этого? Конкретно вот в этом-то и прикол. То есть даже... Это то, что про злость или про... Нет, нет, это про агрессивный маркетинг, про амбиции, про динамику, про экстремальные виды спорта, в целом про... Короче, все как у Редбула, да? Какое-то про себя. Ну, полит... Короче, у всех энергетиков, там такие энергетики, как Редбул, как Монстр, как Рокстар, там Адреналин Раш, так или иначе все рано или поздно пересекаются с экстремальными видами спорта. То есть... Потому что? Да, да, потому что драйв, потому что динамика и так далее, и тому подобное. Но политики у компании разные. То есть у нас, грубо говоря, ну вот даже если углубляться во внутренние какие-то там эти штуки, то Редбул продает саму банку. То есть у Редбула всегда типа банка в руке. А у нас стиль жизни. Просто мне кажется, вот это напить со льдом, да? Вообще, в принципе, все энергетические напитки, все напитки, в которых есть краситель, сахар, и они газированные, если это даже не энергетик, их все нужно пить. Первое, охлажденные. Их нельзя... Выписывайте, ребята. Это важно, это важно, да. Их нельзя пить в теплом виде, потому что 50% того, что тебе потом будет не очень. Вот. Поэтому Кока-Колу, Фанту, Спрайт, все, в общем, газированные напитки с красителями нужно пить охлажденными, и нельзя пить на голодный желудок. Если вы будете соблюдать этих простых два правила... Вы заработаете миллион долларов. Посмотрите на меня. Я пью энергетики уже больше 10 лет, и я прекрасно себя чувствую. Поэтому это все миф. А, типа энергетики вы до 18 не рекомендуете пить, да? Конечно. Ну, то есть... Но пьют, да? Да, конечно, пьют. Блин, я недавно был свидетелем ужасной, конечно, истории. Да, давай. Да. Убликатор ужасной истории. Ужасная история. Раньше, как вообще? Раньше, типа, прям очень... Ну, раньше же куча была историй в интернете, что, типа, вот ребенок выпил две банки энергетика и умер. Вот такие вот вы энергетики, ужасные люди, травить наших детей и так далее и тому подобное. Ребята, если вот... Если вы найдете человека, и в официальном заключении о смерти будет надпись «Умер от энергетика», то я скажу так, вы скорее обрыгаетесь от количества сахара, если вы выпьете три банки подряд, либо же четыре, и вас будет тошнить от количества сахара, в вашей крови у вас будет... Кружится голова. Без сахара. Это та же газировка. Вот абсолютно все то же. То есть даже если у тебя есть... Нет, естественно, если у тебя есть какая-то патология с сердцем и у тебя, не знаю, там... отмирают какие-то мышцы сердца и тут вот еще ударную дозу энергетиков, то, конечно, это может повлиять на что-то. Но я не думаю, что критично. Но ты вот работаешь с такими, не знаю, возражениями и так далее. Я все-таки хочу понять, кто такой бренд... Раньше я постоянно с этим сталкивался. Раньше, когда я еще был ВКонтакте, мне там куча всего прилетали, типа, вот ты рекламируешь, а на самом деле это все травит, типа, людей. Я говорю, а кого я травлю? У кого я травлю? Сейчас мы тебе пришлем фотографии. Я говорю, да, я травлю детей? Нет, я кому-то говорю, пейте, и у вас все будет охранительно. Нет, у меня нигде нету к этому даже какого-то призыва. Вы смотрите на меня, у вас есть какая-то... Есть выбор, делать так или нет. Вы можете посмотреть, я не знаю, там, на кого угодно в интернете вы можете посмотреть и тоже принять для себя решение, хотите вы так делать или нет. Ну, то есть, как бы... Так вот, раньше была... Раньше вот щемили конкретно и в личку типа писали, и так далее, и тому подобное. А вот недавно я совсем зашел в один из супермаркетов, стоял в очереди, и передо мной стояли два таких, ну, прям совсем пиздюшонка. Можно? Да, да, да. Совсем прям пиздюшонка. Я не знаю, им лет, наверное, блин, по 12 было. Пиздюшонок. Как у Дудя, да? Пиздюшонок. Вот. А как у Дурнева сделаем еще и футболочку. Да, да, да. Вот. И заказы оформляем. И они стоят с двумя банками украинского энергетика. Ну, украинские энергетики это, в принципе, энергетики сомнительного качества. Вот. А такие есть? Это что? Это настойные на сале? Или что? Какие еще стереотипы? Да, блин, их очень много. Их выпускают новые продукты, это дистрибьюторы. Их выпускают, раньше Рейнфорд выпускали, не знаю, может сейчас. Не важно. Два дешевых энергетика. И они стоят, у них по две банки в руках. И я стою, ну, то есть, как бы я не родитель, я не могу сказать, эй, парень, ты что делаешь? Нельзя. Вот. Естественно, они как бы... У этого энергетика... Вот тебе нормальный энергетик. Да, да, да. Я готов выкупить у тебя этот налад. Вот. То есть, они стоят вот так вот вдвоем. Вот один стоит у одного две банки, и у другого две банки. И я стою, типа, жду, думаю, а я ж не родитель, я ж не буду это. И продавщица такая берет, посмотрела, видимо, что не алкоголь. Пик-пик, пробила, они ушли. Надпись есть, да? Конечно, конечно. И я стою такой и думаю до последнего, блин, а мне вообще, ну, типа, как-то, ну, сделай. Потом думаю, не, нихрена, я столько лет работаю в этой всей истории, поэтому я это. Я говорю, а вы знаете, что вы только что продали ребенку? И она вот так вот сидит такая. на меня. Она такая, у нее, у нее, у нее, у нее, типа, реально пауза, то есть у нее в голове сейчас куча процессов, либо же я с какой-то проверкой, либо же это вообще подставные, то есть она такая, газировку? Я говорю, вы продали энергетик? Она такая, ну, он же безалкогольный? Я говорю, ну, наверное, безалкогольный. Вы постоянно? Я посмотрел, он безалкогольный. Я говорю, а вы знаете, со сколько лет вообще рекомендуется? Короче, в нашей стране нет такого, разрешается, не разрешается. В Европе, в Америке, насколько я знаю, с 16 лет, то есть до 16. На каком-то законодательном уровне? Да, 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 ну, блин, там практически приравливается к алкоголю, но алкоголь вообще у них с 21. Вот. Я говорю, вы знаете, что вообще, ну, то есть, как бы, там, написано, написано, нежелательно. Она, я говорю, ну, зовите менеджера, я буду разговаривать. Она позвала менеджера зала, менеджер зала, позвала директора, я так понял, вообще супермаркета. Я представился, что я сотрудник другой энергетической сферы Украины. Да, я говорю, смотрите, у меня к вам, говорю, совершенно, совершенно никаких этих, я просто вам по-человечески хочу сказать, что вот вы сейчас просто им продали, а на улице сейчас на минуточку плюс 30. Я говорю, и они взяли эти банки, этот продукт у вас просто на полке. А льда у них с собой нету, да? Нету, это, за пионы или что? Ну, льда нету с собой. Ну, конечно, ну, конечно, на ледогенератор нет, дети откуда. Как и у нас. Вот. Вот. И я говорю, я по-человечески вам сейчас дети пойдут, по две банки жахнут, я говорю, придут домой, придут домой и скажут, что они отравились. Я говорю, и все будет к вам. И к вам, и к энергетику, и посты в фейсбуке от мамочек, которые совершенно не разобрались в процессе. Видите, как бренд-менеджер бутера переживает от других производителей, чтобы не было прижать. Я просто хочу, чтобы во всем была типа культура какая-то, типа потребления. Есть культура потребления каннабиса в кофешопе, как культура потребления алкоголя, а точно так же культура потребления и энергетиков. То есть как бы я хочу, чтобы все было окей, а не так, что типа ребенок сейчас типа напьется этой штуке, а организм растет, у него постоянно там гормоны, негормоны, и потом там что-то у него обнаружится, а потом это твои интернет и энергетики, все, понимаете? А ребенок смотрит телек, там UFC, Monster Energy, ребенок смотрит гейминг, там Na'vi, Monster Energy. И как бы от этого как бы, ну... что такое Red Bull? Это, если бы Red Bull был человеком, это ровная осанка, кстати, очень хорошо. Это ровная осанка, это гладковыбритый, это красивая улыбка, и это вот так вот. Если бы монстр был бы человеком, это бы он был бы в татуировках, за здоровой бородой, за спиной у него бы была бы гитара, он бы стоял в это время на пикапе, который вели бы телки с силиконовыми сисками, и он показывал бы вот так вот. И у этого чувака было бы больше друзей. Понимаешь? То есть у вас такое позиционирование? У нас такое позиционирование. Red Bull это спорт высших достижений в целом. Так почему они тогда делают вот это безумие? Я не знаю, что они думают. Давайте наберем кому-то из Red Bull Ukraine. Что вы такого не делаете в Украине? Хотя не делаю. Я имею в виду, если ты говоришь, что они про серьезное позиционирование, то вот это, ну это же как бы детские развлечения. Я в целом, то есть в Red Bull, когда берут там какого-то атлета, насколько я знаю, то есть у него прям ставится задача, что типа так, чувак, теперь ты лицо бренда, и ты должен типа прям первые места. Кто у вас лицо? Давайте сравним лицо. Ну смотрите, я не знаю, как это, окей, Льюис Хэмилтон, у нас Конор Макгрегор, у нас куча UFC-шных атлетов, бойцов. Конечно. Но допустим, Red Bull почему-то в UFC не идет. Red Bull почему-то не шел в гейминг до последнего времени. Сейчас они начали идти. В то время, как мы в гейминге наверное года с 14, нет, больше, наверное. Так, наверное, вы создали эту ассоциацию между киберспотом и... Возможно. Но это же в принципе как бы понятно. Чувак сидит, рубится всю ночь, и естественно ему нужно потом идти на пары, либо же что-то делать. И как бы в целом это в принципе про эмоциональную историю. Про побеждать, про получать кайф. Можно я попробую доктора? Конечно. В чем прикол доктора? Это, знаешь, что такое про модель? Кто? Про модель. К примеру, есть бегун какой-то. Блин, ну ты столько сегодня полезной информации просто. подчеркнешь. Аспект надо писать. Будешь... Сколько тебе лет? Много, много. Просто будешь залетать, вот так вот зумеры. Вот так вот будешь говорить. Я в курсе про зумеров. Это ребят, которые зумом пользуются. Правильно? Да, да, да. Это они. Короче, про модель это, к примеру, есть бегун какой-то, да, у него контракт с Найки и Найки делает под него кроссовки, которые потом продаются, он получает от них процент продаж и с помощью его имени продается. Это про модель. Я тебе не не переживай. Я же хочу хоть взбодриться. Все правильно, все правильно. Ты выбрал правильный напиток для этого дела. Я энергетики, наверное, не пил, ну, типа лет 15. Понял. Как компьютерные клубы закрыли. Ты перестал, наверное. Как я закрыл за собой последний. Так вот, и вот это, вот эта вот баночка, есть такой известный пилот, как Валентина Росси. Вот его подпись. Этого мы знаем, чувак. Вот его подпись. Вы с ним тоже струничаете. Это наш амбассадор уже около 10 лет. Ну, в принципе, можешь вот послед... Почему доктор? Это его кличка? Это его кличка, да. Да, за доктор. Он, по-моему, то ли доктор по образованию, то ли доктором работал. Но, в принципе, ты можешь поэтому, как бы, сложить портрет нашего бренда. Коннор Макгрегор, Кен Блок, и так далее. Давай, пригламить твой инстаграм. Давай. Зуб. Зуб, да. Почему у тебя прекрасная, но все-таки вряд ли это твоя задница. А я там тоже есть на аватарке. А, серьезно? Да. Это ты даже не замечал. Это ты зрение посадил еще в компьютерных клубах, когда сидел. Попивающий музык. Да. Так, ребята, будем потихонечку переходить к следующему бизнесу, ну, точнее, к собственному бизнесу Димы. это стейшн пицца. офигенно выглядит. Смотрите, розовая упаковочка. Покажи, пожалуйста. Вер, поможешь нам внести? Будешь нашей про-модел? Класс. Зря столько пиццы на нижнюю коробку, конечно, поставили, но ладно. Ничего. Это съедят кто-то другой. В чем, в чем, в чем фишка? Ты в какой-то момент понял, что у тебя достаточно знаний, опыта и, видимо, деньжат, чтобы запустить свой бизнес, и сделал это? Или не так? Какая поделась? Да нет, в целом, как бы, всегда, всегда хотелось типа свою пиццерию. Именно пиццерию, да? Слушай, это простой, понятный продукт, который не нужно кому-либо объяснять. Вот даже сейчас, допустим, очень много открылось китайских, тайских ресторанов, и не все люди знают, что такое Паттай, что такое Том-Ям и так далее, и тому подобное. это какое-то имя, там, приходится объяснять, да, чувак, но это суп, типа, очень много говядины, там, бульон и так далее, и тому подобное. Что такое пицца, не нужно обещать никому, потому что этот продукт интегрировался в наш лайфстайл, в нашу ментальность, еще, в моем детстве, это, наверное, были черепашки-ниндзя, черепашки-ниндзя, и старые какие-то американские сериалы, не молодись. Старые какие-то американские сериалы, я поздно смотрел эти мультики. Старые американские, да, конечно. Кайф. Смотрите, значит, есть какая-то концепция, фишка в продукте именно, или? Просто все качественно. Просто все качественно. Смотри, у тебя, во-первых, подложечка в виде шашечки. Шашечки. Есть все-таки какая-то фишечка? Нет, ты спросил про продукт. Продукт это качественный продукт за хорошие деньги. Потому что какого-то безумия здесь нет, это просто пицца. Нет, есть исключительно. то есть, как бы, понятное дело, что мы выпускаем бенгеры. У нас есть стандартные позиции, у нас есть бенгеры. Что такое бенгер, друзья? Напишите в комментариях. Для престарелого аромата. Да. Ну, и, собственно, пришло время, и мы с моим партнером Димой Смирновым планировали вообще изначально открыть ресторан. Я просто хочу все показать, а потом... давай. Так, это у нас что? Мама рикотта. Мама рикотта, сыр рикотта. Это я знаю. Супер. Мама, чья? Мама, Шутки про маму. Так, это что? Это пиццбургер. Это пицца. Я вот эту хочу попробовать. Вот эту можешь попробовать, да. Сейчас мы вместе попробуем? Я только поел. Только ты поел. Мы с тобой снимаем полчаса, я точно знаю, что ты только... Не только поел. А я прямо оттуда вообще-то приехал. Серьезно? Да. Это где-то рядом находится? На Лыбецкой. Немножко это самое. Но это из-за того, что мы поставили. Да, да, да. Это комбо, да, такое? это ломбардис называется. Пицца. Огромная. Это типа сколько? 50 сантиметров? Смотри, это разные, это разные пиццы. Это как на Руси было. Локоть. Пицца с локоть. У вас такая же реклама, наверное? Пицца с локоть. На Руси. Забирай. У тебя я видел здесь всякие надписи, типа халяль, на сайте есть, да? Да, и тут здесь. Нет, на коробке нет. На сайте. Да, да. Хасп, а не Наср, как многие считают. Наср. Наср, да. Наср. Наср. Это я говорю, ну это как Наса, только типа попроще, если кто-то спрашивает. И какой-то рейкл листочков, да? Что это? Био, био, дегриде, что? Биоразлагаемый материал. Био, дегридейбл. Ну я же, я же как бы, ты же так сразу же подумал. Уси английского. значит, station пицца, это типа все про Нью-Йорк, наверное, про черепашку-ниндзя. Ну, как, здесь в принципе у нас идет, как бы, комплекс всех штук. Здесь собрано, если мы конкретно говорим про брендинг, про всякую штуку, то здесь у нас... Ты же у нас бренд-менеджер, давай поделись. Поделись. То есть здесь у нас собрано ассоциативный ряд к MTV, ассоциативный ряд к черепашкам-ниндзя. За счет шрифта, наверное, вот такого кривого, да? За счет шрифта, за счет, вообще, в целом, позиционирования. Чикс. Позиционирование и так далее, и тому подобное. То есть здесь, как бы, ни одного человека эта коробка не оттолкнет. Вот так. 100%. Розовая коробка где-то... Есть в Киеве достатки с розовыми коробками? То есть в цвете можно найти, мне кажется, очень много. Розовых нет. Прикольно. Я даже больше тебе скажу, я очень много искал пиццерии в мире, мне эта типа идея конкретно с розовыми коробками пришла больше года, сильно больше года назад. А проекту самому в этом году запустился? Да, ему полгода. Полгода. Я же говорю, мы изначально с Димоном планировали открывать сам ресторан сам по себе. И там коробка должна была быть другого цвета. Но так получилось, пока мы хотели открыть ресторан, пока мы решали вопрос с коронавирусом и со всей прочей штукой, уже открылась пиццерия с цветом таких коробок, как мы хотели. И пришлось выходить из этой ситуации. И мне пришла в голову идея с розовой коробкой. И никто не скажет, что это типа девчачья история? Нет. Потому что пицца сам по себе это больше... Ну, это пацанячий. Это мужчины и дети. Хотя, хотя, как показывает статистика, женщины пиццу тоже лопают, будь здоров. Слушай, ну вкусненькая. Я сразу хочу сказать, это две разных пиццы. Это небольшая и маленькая. Это две разных пиццы. Вот это вот... В смысле, по технологии приготовления? Вообще, по всему, да. Вот это вот... Это вы делаете тоже? Нет, это подрядчик. Это неаполитанская пицца, такой, как она должна быть вообще в принципе... Итарианская. То есть, такое с печи? Классическое. Нет. У нас, смотри, у нас сейчас две точки. На Подоля у нас есть печь и там она готовится из печи. На Лыбецкой у нас... Собираем на печь. У нас другая печь и готовится она там не... В парке. Что? В паре конвектомате, да? В другой печи она готовится. Она в курсе моментов, как и я, да? Здесь у нас большая, то есть, это классическая пицца, образно. Такая, как она должна быть вообще в принципе по истории и так далее, и тому подобное. У вас есть это что-то, нет? Не разбирается коробка. Нет, зачем? Зачем, да? Вот. Не учитесь. Пицца New York Slice, вот это, то есть, это неаполитанская пицца. Большая пицца New York Slice появилась уже в конце 19 века, в начале 20, когда в New York начались крупные миграции итальянцев. Соответственно, когда все начали переезжать в New York, лаве было не так много, семьи были большие и они из вот этого вот, из вот этого, это, кстати, на основе греческого йогурта для соус-душеки. Для бортиков это не поливать. Ну там чесночок есть, да? Конечно, чуть-чуть. Так, ребята, я не могу удержаться. Дим, ты что не хочешь? Давай, давай, кушай. Я угощаю. Да? Блин. Перегибай ее пополам. Вот. Ну да. Вот, супер. А зеленый, это чуть-чуть черепашек ниндзя. Короче, и когда итальянские семьи начали переезжать в New York, соответственно, денег было немного, жили большими коммунами и вот этот вот шарик теста, которое они делали и для вот этой пиццы его пришлось раскатывать больше и кормить большее количество людей. Поэтому вот так вот появился и New York Slides. Guys, тут выяснилось, что у нас пицца с клубникой. Пицца с клубникой. Это, это что за, что это за поток, поток креатива? Пробуй, потом говори. Она без мяса? Без мяса. Так, ну с клубникой. Клубника с мясом. Это очень жестко. Ну, то есть, это десертная пицца? Ну, не совсем. Это как груша горгонзола. То есть, она сладкая, но она такая, то есть, ее нельзя назвать прям, типа, десертом. То есть, десертом она была бы, если бы это была бы клубника, сливки, нутелла, бананы и так далее, и тому подобное. Вот это было бы десертной. Сверху еще сахаром. Какой-то, да, килограммом. То есть, тут такая, она не для всех, и не для меня в том числе. То есть, я еще не пришел к вот этой вот. Ты ее сделал, но не пришел? Ну, не я сделал, наш бренд-шеф сделал ее. То есть, как бы, мы с Димоном только сказали, классно, давай. Может, кто-то это купит, да? Не, на самом деле, она окей идет. Расскажи, собственно, как по результатам, то есть, полгода прошло, вы сразу стартовали в режиме не ресторан, а dark kitchen. Да. Доставочка. Пока один цех, да? Ну, одна кухня. Ну, да. Один цех, получается. Нет, у нас один цех, у нас один ресторанчик, вот, и сейчас, в данный момент, мы открываем новую точку на Ярвалу, в которой будет Station Pizza, там будет посадка, это будет небольшой ресторанчик, и там будет еще один наш бренд. Какой? Сырник. А, сырник. Сырник. Сырники погрем, сейчас какая-то мода на сырники? Есть? Мода? Мода, мода, есть, какой-то запас на сырники? Я прямо наоборот вижу, что сырников прям очень мало, типа, поэтому мы, не могу рассказать секретов, но скоро будет конкуренция на рынке сырников. Вообще, только за. На самом деле, конкуренция на рынке, это гораздо, гораздо круче, чем нежели ее нету, потому что один бренд, который выходит на рынок и делает классный маркетинг, дает пинок, пинок, пинок не под зад, а пинок, толчок всем остальным брендам, и бренды начинают суетиться. Как думаешь, засуятились в офисе доминос пиццам? Когда узнали о том, что ты? Я думаю, что доминос вообще поебать на нас. Домино, доминоса все настолько прекрасно с их голимой пиццей, что... Так. Эдакие сореки, дебилы, заворачиваются, делают пиццу, стараются, а мы, и посмотри. Поэтому я думаю, что... Убреку они нарезали. Да, да, клоуны. Я думаю, что у доминоса, в принципе, все классно, и все будет классно. короче, нельзя, типа, вот такие, как... На данном этапе развития нашего бренда, то есть... Ну, ты же на кого-то ориентируешься? У тебя кто-то есть как некая цель, или референс, или... У меня есть собирательный образ многих брендов, и это не только пицца, это... Ну, это в основном пример из запада. Опять ты? Я тебе сдаю обратную связь по поводу соусницы. То есть, с подружкой есть нельзя, да? Ты должен был сказать, я все. После этого все. С подружкой еще ладно, с дружкой. Ты решил, кто-то войти на этот высококонкурентный рынок, вот, ну, типа, вообще ничего не боялись, да? Слушай, ну, во-первых, я не могу назвать наш рынок высококонкурентным в прямом смысле слова. Те бренды, которые производят пиццу, их немало, это правда, но классненьких брендов вообще прям... То есть, вы пошли такую нишевую, домашнюю, прикольную атмосферу? Смотри, я так тебе хочу сказать. Мы хотим стать одним из первых стильных масс-маркетов в Украине. Это вот, это вот наша цель. Масс-маркет. То есть, да, для многих, типа, масс-маркет, это типа из серии, блядь, типа, говно продукт, но типа дешево и окей. Знаешь, то есть, а мы как бы хотим держать... Есть много хорошей пиццы, например, на поле, или на поле, как правильно? Опять же такие, устаревшие бренды. Они... Ты тоже когда-нибудь оставишься? Да, и я надеюсь, что я в старости тоже буду актуальным для определенной аудитории. И буду знать, что такое вот эти все слова, которые я сказал. Для определенной аудитории. То есть, как бы, это тоже достаточно опасная игра, когда там, бренд там работает, работает, и потом он, допустим, стал... Опять же такие, может им не нужен ребрендинг, может они не преследуют типа этой цели, потому что... Кто твоя аудитория? Вы как-то отслеживаете, кто покупает вашу пиццу? Аудитория масс-маркета. Ну, я имею в виду, там пол, возраст, вес... По возрасту у нас вообще прям разбег, у нас есть клиенты, которые по 65 лет, они покупают. Розовые коробки. Да. Ну, то есть, это... аудитория масс-маркета к пиццу может купить абсолютно любой, абсолютно любой. Ну, то есть, здесь как бы разлез очень большой. 1300 гривен за эти четыре коробочки? Одна стоит 230 гривен. То есть, это где-то 8 долларов. Типа того, да. Ну, цена окей. Окей цена нет? Не знаю, я в Нью-Йорке не был. Там окей? А мы в Нью-Йорке? То есть, аудитория очень широкая. То есть, в принципе, у тебя просто... То есть, на широкую аудиторию, но с каким-то таким нишевым позиционированием, да? Опять же таки, розовая коробка не отпугнет ни одного. То есть, если это... Ее может заказать, блин, 50-летний мужик в офис, ему не будет это зашкварно. И... И потом он покажет... Дома... Дома... Нет, конечно, если ты вор в законе, тебе на зону приехала розовая пицца, ну в хате не поймут, пацаны, явно. Как бы, сколько придется слезть, я думаю. Ты неплохо разбираешься, да? Я из Днепра. Там как бы... С этим, да? Не посидел, значит, в киф не поедешь, да? Вот. Собственно, как бы, закажут какие-то ребята с чувством стиля, с чувством вкуса. То есть, мы, в принципе, можем с чувством стиля, вкуса... Ну, вы же заказали. Мы заказали. Мы приобщились. Кстати, бренд же это тоже, в том числе, про присоединение какое-то. То есть, ты хочешь быть там, не знаю, там, быстрым, энергичным. Присоединение в плане. Позиционирование... Ты как клиент, покупая бренд, ты становишься немножечко, да? Ну, ты покупаешь причастность к нему, конечно. Это первое, что ты покупаешь в целом. Опять же, это если бренд интересный, если он делает что-то классное. А если, а если ты купил, эти... Что? Огурчики Верос? Ну, типа, непонятно, какую эмоцию ты приобрел. Но это я в целом, я не говорю, что Верос там плохое, я не знаю, там, ты купил какое-то там... Розотека? Ну, что-то типа, я не знаю, то есть, как бы... бренд, бренд сейчас, ну, сейчас это бренд, это уже давным-давно не только про продукт. Бренд это в целом комплекс, это эмоция, то есть, человек... Какой-то я бодрый очень, ты знаешь, даже не знаю, чего. Ты же... А есть еще? Ты же... Это клубника. А есть еще серьезное? Что-то я не напился, мне кажется. Только это прям по-другому. По-другому что? Чем после бухла. Странно, правда? Надо переходить. Вот, поэтому в целом, то есть, как бы, бренд... Боремся с алкоголизмом, энергетиками. Есть такая у вас компания? Алкоголизмом, энергетиками? Боремся с алкоголизмом, энергетиками. А, окей. Ну, это может быть предвыборный лозунг твоей партии. Какой-нибудь, Вы будете ее спонсировать? Знаешь, это будет такое, так, надо что-то молодежное. О! Хочу понравиться их родителям. Так, когда франшизу запускаем? Не будет франшизы. Начинается. Вот это мне... Это будет длинный выпуск. Это будет длинный выпуск. Сейчас я расскажу. Костелев то же самое говорил, типа, не буду я франшизу запускать. Не, у нас вопрос в другом. У нас халяльное мясо. И что? Это проблематично. Нет, с халяльными продуктами, в принципе, во-первых, на рынке очень много мошенников и жуликов, которые говорят, что они продают халяль, а на самом деле у них нет сертификации. У них-то может быть и халяль, но нас интересует конкретно сертификация, потому что... вы не будете поставлять продукцию, вы не будете делегировать эту задачу. Мы на этом так много не заработаем, как заработаем, если будем открывать сами. Вот такой тебе ответ. Смотри, на одной точке, конечно, на сети, ну, домино же, ты же понимаешь, они зарабатывают именно на том, что они... Можно... Это вопрос, это вопрос, это вопрос амбиций. То есть, если ты хочешь открыть там три кухни, окей, тебе не нужна франшиза. Если ты хочешь... Не, мы хотим открываться... мы хотим закрыть весь Киев. Киев, это не единственный город в Украине и мире. Сначала нужно закрыть весь Киев. Потом в Днепре, я думаю, ждет розовую коробку. в Днепре нет. Я думаю... Хорошо, сделайте специально коробочки в... Ауе? На которых вы топите. Station Aue. Хорошо, ладно, окей, к вопросу франшизы вернемся через годик, потому что, действительно, нам нужно немножко денег накопить на наши услуги. А это самое главное. А второе, ну, надо проверить, то есть, потому что, ну, есть сезоны, есть вообще процессы какие-то, которые наверняка вам еще стоят отводить. Что у вас еще, что не идеально? Продукт выглядит прикольно. Вы долго готовились к запуску? Еще тебе пару вопросов задам. Около, около года, около года. Около года. Около года. На что ушло? На поиск клубники? Бля, на все. Ну, то есть, начиная от создания самого бренда, его позиционирования, эмоционирования с продуктом, мы очень много наебались. Мы сделали очень много, у нас было очень много проработок, у нас было очень много споров, мы очень много... тесто, муки, ну, самих ингредиентов, очень много всего. прям очень. Мы построили цех целый. Ничего себе. Вот тут вот, здоровенный цех, там просто завод по производству пиццы. Опять же, таки... Кос объем? Что? Объем какой? В день сколько может работать? Ну, вот сколько бы я тебе сейчас не сказал, я тебе не спешу. Я тебе так могу сказать, потому что там правда мы... С запасом, да? А есть ли смысл делать на один район такой большой цех? Или есть смысл делать... Нет, ну как, есть смысл, есть в принципе смысл масштабироваться. Есть в принципе смысл масштабироваться. потому что ты делаешь большой цех, и у тебя там плечо доставки там... Он же в цехе, но у нас не два километра, у нас там где-то, в районе четырех-пяти. Это же стартап, да, все-таки, для тебя? Или как? В каком смысле? Сколько ты времени ему уделяешь? Ну, там, типа, в день, в месяц, в неделю? Да, постоянно уделяю. Постоянно, конечно. Сейчас даже уделяем внимание. Конечно. Тестируем закрывание соусов. Уже знаем, что надо делать по-другому. Или сопровождать это смешными надписями, да, направь на человека. Будь готов к шоту. Закрывай соус в сторону своего врага, да? Собственно. Хочу вам сказать, что я вам принес охренительный подарок, который я вам покажу в конце выпуска. И скажу так, что это один из самых колоритных, не колоритных, а колоритных подарков, которые, в принципе, дарили вам гости. Это 100%. Это набор розовых коробок на все случаи жизни? Пожалуйста, человек, который пишет шутки романов. Хватит экспериментального юмора, я тебя очень прошу. Я сам. В итоге, что мы имеем? Мы имеем бизнес, которого 5 месяцев. Он уже вышел на безубыточность, точку этого невозврата. Он вышел на ту точку, чтобы открывать новые точки. Так, то есть, у нас его уже значит генерирует пивыку. Конечно. Начал зарабатывать, и мы как бы сразу же это вкладываем. Один я, кстати, снимаю вот все, каждый раз вот эти вот точки. Я тоже так делаю. Я играю в это. Будешь ли ты моей бутылкой? Бутылкой. Я просто, я обратил внимание, что у меня вот это вот всю жизнь, с детства, я просто вот мне, я не пью, пока вот не сниму вот эту вот штуку. Почему? Я все в руках люблю теребить. Если что-то от чего-то открывается, этикетка. Вот вам, мне кажется, надо делать с упаковкой какую-то штуку, которую можно стирать там. Ну, розовая коробка, это явно небостоятельно. Ты один раз прикололся, и в принципе, все на этом, да? Так, в целом, как бы... Стикеры какие-нибудь клеить. Нет? Стирать монеткой. Узнай, вот это забава. Узнай, какая-то черепатка. Тебе нужны какие-то советы по твоей компании? Что у тебя, что там пока непонятно? Что... По компании советы... Да, я имею в виду по пиццерии, по этому бизнесу. Ты можешь дать совет? Конечно, конечно. Давай. 100%. Давай, это интересно. Я тебе советую запустить франшизу. И визиточку дает, мне там написано, Роман, запускаю франшизу. Примела так и есть. Это у тебя партнерский бизнес, то есть вы соинвестировали. Сколько сейчас стоит запустить? Мы втроем, мы втроем. Браншафт, да, ваш еще? Нет. Большие инвестиции были? 50 тысяч долларов запустить? Нет, больше. Больше? Больше, да. Икс, икс, четыре, двести. На такой большой. То есть, чтобы делать пиццу для себя и своих друзей. Ну, опять же таки, это же типа, все же зависит от, если ты собственник помещения, это меньше, если ты как бы, ну, как минимум, если ты собственник помещения, ты платишь меньше, там, две-три тысячи в месяц. Не, ну, мы по инвестиции, то есть на то, что на старте. Все же зависит от района, от помещения, от состояния помещения, от какого ремонта и так далее и тому подобное. Очень многие запускают классные цехи, но экономят на каком-то, не знаю, на гидроизоляции на какой-то, на сигнализации и еще на чем-то и потом на этом же эти погорят. У меня какая история? Я не сильно, точнее не сильно, я не люблю, я понимаю, что это мой минус, наверное, как предпринимателя, но я ненавижу углубляться в бюрократию, в те процессы, которые меня совершенно не вдохновляют, либо же они находятся на пересечении моих каких-то... Сказать я скучно. Да, да. Так бизнес уже в том числе во многом состоит. И я понимаю это, и я, понимаешь... Поэтому у тебя есть Дима и там третий чувак. Именно так, именно так, не чувак, а подруга, это Виктория Рейников. Извините. Вот. Как бы да, поэтому собственно каждый из нас занял свою нишу. Вика занимается цифрами, Дима занимается операционкой, я занимаюсь там пиаром, маркетингом, самим брендом, проявлением бренда, брендингом в том числе. Да, то есть каждый из нас занял свою нишу и вот благодаря этому состоялся такой, как бы, осталась такая синергия. Это история похожа на то, что было у того же Леши. У него тоже там несколько членов и всей банды. Я не знаю, сколько их там. Четверо, по-моему, но суть в том, что действительно вот он про одно. Да, это сто процентов. Каждый должен делать то, что он умеет делать и то, что ему нравится. Потому что, я же говорю, почему я для себя сказал, что я не хочу участвовать в тех процессах, в которых я ничего не понимаю, ничего не хочу понимать. Они меня не вдохновляют, они меня дискредитируют. То есть, если ты меня сейчас начнешь спрашивать про... когда Вика подходит, у нас кассовый разрыв, ты говоришь, мне это не интересно, это не вдохновляет. Отстань от меня. То есть, Вика занимается цифрами, если что-то, допустим, какие-то моменты, мы все собираемся, начинаем их там обсуждать, там, средний чек, выше, ниже и так далее, и тому подобное. То есть, конкретно, какие-то моменты я узнаю от начальника департамента этого. То есть, все, и каждый должен заниматься... У вас там прям департаменты? Ну, конечно. Каждый должен заниматься тем, чем он умеет. Может, то, что его вдохновляет. Потому что, если все перемешать или поставить, прикинь, тебя там, не знаю, пойти контролером в троллейбус. И это не снять видеоролик, посмеяться, типа, а конкретно, работать год, да? Год, да. Ну, типа, ты будешь готов заплатить любые бабки, чтобы откупиться от этого и забыть это вообще как страшный сон. Я как раз открыл сториз, где вы бегаете. У вас есть эта инициатива Run Club. Вот мне нравится, знаешь, всегда у меня один знакомый, он спортсмен, и у него был фитнес-клуб, и во время пандемии, конечно, бизнес не очень хорошо себя чувствовал. Он был закрыт, и он запустил еду. Причем, какой-то фастфуд. Я точно не помню там концепцию, я у него не был. Но вижу, что он, знаешь, он качок такой, вот с такими банками, и он там как бы тоже что-то типа пиццы. Вот. То есть, такое объединение миров. Вы тоже пытаетесь показывать, да, что типа пицца, но мы бегаем. Слушай, одно без другого не может существовать. То есть, всегда, когда ты создаешь... У меня может, у меня... Только, только пицца, да? Пицца. Ну ладно, извини. Одно без другого не может существовать. Ты когда запускаешь какой-то продукт, ты когда запускаешь какую-то историю, ты всегда, как маркетолог, должен прорабатывать боль клиента, боль гостя. Это, не знаешь, знаешь, хватит уже. Я и то все знал. Боль в чем? Что я съел и типа навредил себе, так я еще и побегу. Ты не навредил. Это тот продукт, который заставляет тебя больше шевелиться. И в целом, мы ограничиваем тебя от поиска досуга. Что же тебе, куда же тебе пойти, в какой спортзал. Ты можешь жрать нашу пиццу, чувак, и по субботам приходить бегать с нами. А просто приходить смотреть, как вы бегаете, можно? Можно. Вы там выдаёте, насколько я понимаю, в конце марафона пиццу, да? Смотри, мы запустили это еще весной и когда мы начинали бегать, мы все встречались в 11. Тогда еще не было жарко, тогда была классная погода, прям для бега, она идеальна. Наступило лето, наступил этот пиздец 40 за радостным морозом и на 11 часов просто нереально в принципе на улице находиться. Ты выходишь из машины, проходишь 100 метров, заходишь в магазин, ты весь мокрый. То есть ни о каком беге мы в принципе и не говорим, учитывая то, что много людей приходят к нам побегать неподготовленные, ну в плане физически. То есть они видят, они видят классную тусовку, они видят, блин, вот это прикольно, я типа приду, подержу, побегаю. То есть как бы, вот, и соответственно, мы приняли решение бегать в 8 утра, но мы на 8 утра, то есть когда мы тогда бегали, мы в конце кока-кола, вода, пицца, типа все на... монстра не было. Вот. Я очень люблю разделять вот эту всю историю, типа и не... Не мешать. И не мешать, да, когда это не актуально. Вот. А сейчас в 8 утра мы собираемся, и мы после бега у нас водичка и мороженое. Вообще отлично. Мы держим, да, мы таким образом держим аудиторию, то есть у нас есть стабильно 15-20 человек, которые к нам приходят, это прям наша коровая аудитория. Нам сейчас вот поступают некоторые предложения от других беговых клабов либо же комьюнити. То есть вас уже стали оценивать именно как беговой клаб? Это странно. Это странно, но потому что это же типа явный фан, то есть у нас нету какой-то заявки, типа так, чуваки, у нас там типа разминка, там сколько там пульс, там нет, с этой хуйни нету. Мы просто типа собираемся, мы даже в принципе не всегда проводим разминку, потому что бег это есть типа разминка. Но иногда как бы когда приходит много людей, я такой ох, блять, ответственность, типа давайте подышим. Такой ну что же, друзья, давайте начнем небольшую разминку, значит ноги на ширине плеч, у меня просто незаконченное физкультурное образование, думаю вот оно, пришло время блеснуть. Вот, то есть я провожу разминку и все, и мы потом как бы бежим себе, кайфуем как бы, да, то есть не было изначально типа ну все, на, на мою. Свою я испортил. То есть не было такого, это так все, мы беговой клуб, мы должны теперь это, но нам написали пару беговых ресурсов, я не помню, там уже ребята мои общались, сказали, что типа чувак, про нас хотят написать вот такие вот беговые ресурсы, типа есть какой-то, есть какой-то, окажется, реестр беговых ресурсов, беговых клубов, да, и нас хотят туда внести, я говорю, конечно, пускай вносят, ничего себе, вот это вся спортивная история получается, и в Монстре она есть, ну типа принято так, и в Пицце, где не совсем это принято, но вот ты как бы вносишь эту историю, это помогает бизнесу сильно, или это больше про твое внутреннее, это создает комьюнити, комьюнити, да, это создает комьюнити, смотри, в чем вся история, я, Димон, Вика, наш бизнес, это отображение нас, образно, то есть, это нет такого, что мы там запустили, кстати, очень похоже, нет такого, что мы типа запустили что-то свое, и пытаемся быть не собой, нет, это типа, это в натуре частичка нас, то есть, это все органично происходит, Вика спортик, Димон там бегает, блять, по 100 километров, вообще сумасшедший, там по горам, с перепадами 5 километров, я бегаю, занимался когда-то спортом, вот, то есть, и это все часть нас, и это все нам близко, и это органично, и это конкретно подсоздание комьюнити, потому что лучшее, что может произойти с брендом, это органичная организация, комьюнити, короче, это создание комьюнити, блин, я хотел сказать, лучшее, что может произойти с брендом, это органичная организация комьюнити, органичная, ну, да, звучит типа, как тавтология какая-то, но в целом, это так и есть, то есть, охуительно круто, когда бренд обзаводится сам, самостоятельно, не ты приводишь там, за руку людей, а конкретно, адвокаты бренда, да, появляются, к примеру, знаешь, там есть, к примеру, у Nike, да, там Nike говорят, да, Nike говно, а все-таки, да ты охуел, я вон в Nike, сколько пробегал, они еще, ого-го, ты че там, да, типа, я еще тебя, блядь, переживут, вот это, типа, та же самая история, к концу интервью, там просто запикать можно, я шучу, а ты запикиваешь? вообще нет, мы вырезали, шучу, конечно же мы, вот, но это все обрастает, у нас как бы, в принципе, по, опять же таки, у нас нет задачи сделать спортивный бренд, либо же параллельность со спортом, нет, просто это как-то прикольно, очень так завязалось, и это отпускать, либо же не работать с этим, это будет супер, какое-то инфантильное решение, такое, поэтому мы, ну мы планируем еще, мы планируем еще много, что еще вообще, ну давай, вот ты как чувак из маркетинга, из брендинга, можешь нам посоветовать, обычным, ничего не понимающим, этим ребятам, со своими бизнесами, какие вот штучки, можно создавать вокруг бренда, которые будут как-то работать, коллаборации, коллаборации, с кем, ну то есть, типа, спортсменами, чем дичевее, я так скажу, чем дичевее, тем пизже, ну, давай я уточню, окей, есть разные бренды, есть бренды пиццы, тут можно, наверное, угорать, потому что это еда, и в целом, почему нет, я говорю про такие более, ну допустим, вот у нас есть тоже, наверное, какой-то бренд, у нас компания, называется French, мы делаем франшизы, на шкале French TV, но компания French называется, и вот мы как бы дичевее, я не знаю даже, у нас тут вот с приходом веры появились всякие истории, там, ну ты хлеб сжем чуть по-жарому строил, да, да, но это я, как бы, я ж не про, за, возьмите, какое-то зашкварное, придорожное кафешку какую-то, сделать ей франшизу, это же охренительно, но это какой, какой-то, знаешь, Портнягин, когда запустил эту курочку, типа, оно, понятно было сразу, ей было уготовано смерть, но, шоу-бизнес, да нет, я к тому, что, ну вот, ты говорю, вот к примеру, ты едешь по трассе, Николаев, пиздари какие-то, и стоит, и стоит просто, и стоит, нижняя, и стоит, и идея для футболок уже, Николаев, пиздари, неважно, любой другой, ненасыщенный креативом город, просто стоит возле трассы, какая-то кафешка, какой-то вагончик, в котором, этим вагончиком владеет, семья, и они просто делают, там, супы, борщи, окрошку, там, где останавливаются, дальнобойщики, и так далее, и тому подобное. Блин, почему из этого не сделать концепт? Я тебе, я тебе так скажу, что эта штука давно ушла, то есть эти, эти вот бренды схавали придорожные отели, которых тоже не так много, и заправки, на которых хот-доги, навоги, там, вообще там целые эти штуки. И если это круто завернуть, поверь мне, это будет нереально круто. Смотри, значит, вот может что-то получиться в итоге. Вот давайте, пишите, я думаю, мы оставим, знаете что, мы оставим, не надо никаких форм, прям в комментариях пишите про свой дичевый бизнес, придорожное кафе, какая-нибудь там мотель, бордель, что угодно, пишите, кстати, у нас есть опыт в упаковке бордель, не для Украины, на всякий случай, другие страны, вот, и мы выберем самый, самый какой, самый дичевый, или как выберем? Эксцентричный, эксцентричный, давайте, необычный бизнес, и сделаем вам бесплатную упаковку, и пропиарим вас на весь мир, и даже, возможно, в дни предковые. Да, да, и ссылку на страничку свою в фейсбуке, или в другой социальной сети, там, в инсте, напишите, чтобы мы могли с вами связаться. Ты обещал нам какой-то крутой подарок, нам, точнее, не нам, а прекрасным нашим зрителям, которым надо будет что-то сделать, помимо участия в моем конкурсе. А ты придумал, что они надо делать? Мы сейчас вместе придумаем, но у нас получается по конкурсу. Ребята, это Playboy 74-го года. Ну, в смысле, он 74-го года здесь? Он 74-го года выпуска. Вот именно этот журнал. Именно этот журнал. А почему ты решил его разыграть? 74-го года выпуска. Объясню его историю. У нас нет никакого конкурса, мы не знаем. Мой преподаватель, мой преподаватель по инглишу летала в Америку, и она говорит, короче, я буду типа в Штатах по работе, вот, и если тебе типа что-то надо, то мои книзы ранее. Для меня это типа пиздец какой, сложный вопрос, потому что я в целом не особо любитель типа, это еще второй подарок. Стой, 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 это второй, не показывай, не показывай. Это второй подарок, мы сейчас к этому вернемся. А я в целом не про, не про типа сувениры обычные, типа, ну то есть мне нахрен нужны, магнитики, брелочки, есть классные типа штуки, вот. Поэтому я долго думал, и уже там за несколько часов до вылета, она мне такая типа, так, чувак, я на Брайтон-Бич, типа, давай быстро, что, ну, я уже буду вызывать такси, ехать в отель, собираться, и у меня типа сегодня вылет. я говорю, Брайтон-Бич, Брайтон-Бич, я говорю, что ты видишь типа перед собой? Она говорит, блядь, что русские рестораны, типа русские там типа это, я говорю, короче, есть какой-то магаз с барахолкой, я говорю, что-то, какое-то, я не знаю, какой-то захламленный типа магаз. Она говорит, на Брайтоне была, она не первый раз уже, она там жила, работала, на Брайтоне есть, говорит, буквально в парик, я говорю, иди туда. Она идет туда, набирает меня FaceTime, и это просто похоже на типа захламленную какую-то картотеку, в котором все супер старые журналы запечатаны, бейсбольные карточки, старые комиксы, древние постеры. И вот я хочу обратиться ко всем вам, ребята, что когда вам говорят, что привезти из какой-то страны, вы очень много раз подумайте, потому что нужны ли вам эти магнитики на холодильнике, которые потом выцветают и приклеиваются навсегда, либо же падают и размагничиваются, либо же привезти что-то типа крутое. По итогу она мне прямо типа по FaceTime, мы выбрали Playboy, она мне привезла 4 Playboy, и вот это вот один из тех Playboy, которые я хочу подарить. Можно поддержать? Да, конечно. Я буду тоже участвовать в конкурсе, друзья, значит, что надо сделать? Надо, во-первых, естественно, на канал, есть продолжение, я вижу уже. Нужно написать в комментариях, помимо того, что я попросил раньше, нужно вспомнить историю самых необычных подарков, которые вы либо дарили, либо получали. Вот Дима получил в подарок вот такую штуку. Она причем запечатана, настоящий журнал, смотри, эта реклама, наверное, уже этих сигарет не существует. Поэтому мы их по рекламе. А какая реклама внутри, не узнаю даже я. Надеюсь, мы не узнаем, склеенные там странички или нет. Мы будем ждать этих отзывов от наших зрителей. Очень круто, спасибо тебе огромное, это круто. Но я, да, продолжай, но продолжай. Но это уже чисто фановый такой расклад. У нас есть в компании Prezik и Monster, это чисто для внутреннего маркетинга, с заботой о людях, которые работают в Монстре. Да, и как бы вот. Класс, это значит будут бонусные призывы. Можете бывшим раздать просто. Не, подождите, стоп. Самое главное покупать надо, от Монстра дело много не заработает. А вот на этом. А вот от Station Pizza, да, ребята. Благодарим Диму. Будет больше крутых интервью и больше интересных факторов. Да, отблагодарим Диму за клевое интервью. Закажите просто Station Pizza, вы видите там клубничка, соусы, которые брызгаются, но можно защититься. Вот. Сразу. Так что все, все ссылки будут в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok